Де Юре де Факто Убит угонщик автомобиля Им оказался бедуин из Негева И вот вчера стало известно Что суд утвердил сделку Прокуратура решила закончить Это дело сделкой В рамках которой Ария Шив Будет признан виновным В причинении смерти по легкомыслию И скорее всего Это дело закончится довольно легким Наказанием, скорее всего Без реального тюремного срока А завершится это дело Исправительными работами Вот об этом мы сейчас поговорим И у нас на линии адвокат Яшар Якоби Яшар, здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер Вот я хочу задать вопрос Почему прокуратура решила Закончить это дело сделкой Обычно на сделку они идут Когда мало доказательств А тут весь инцидент был снят На камеру слежения И практически ничего не надо было доказывать Тем не менее они решили Пойти на сделку Видимо они опасались Из какого-то токсичного решения суда Не обязательно Во-первых, небольшая корректировка Больше 90% случаев в Израиле Заканчивается сделкой Не потому что у прокуратуры нет доказательства А потому что вот такой факт У нас предпочитает каждая сторона защита Не подвергать себя большей опасности А прокуратура, да, тоже, как вы сказали Может суд в теории вынес бы решение Что это была самозащита Несмотря на то, что я в это не верю Сейчас объясню почему Но, в принципе, тут я прочел Подготовился к нашему интервью И выяснил, что довольны все абсолютно Кроме семьи погибшего Адвокаты довольны, что Скорее всего, как вы сказали Может быть будут общественные работы А прокуратура, в принципе, не хочет Это дело доводить до своей кульминации В тяжелом варианте Почему? Потому что Они сами понимают, что ситуация была Орежь и фунавязана Пришли люди, которые Пять метров, да не пять метров Метр от него Он же в караване был за своей машиной Да, он с женой Там были в вечернее время Было темно И пытались угнать машину То есть если бы вот этой попытки угона То никаких происшествий не было бы вообще Он не бегал с пистолетом Кого бы пострелять Поэтому понимают, что ситуация была навязана Ситуация, где принималось решение Буквально весь этот фильм Это пару секунд Вот как это все происходит И он говорит, что у меня было подозрение Что машина это первая стадия А потом захотят и караван своровать И не знать, сколько у них сообщников То есть ситуация была на самом деле Нестандартная Но уж точно не подходит Той ситуации, где человек пришел Намеренно кого-то застрелить Изначально решил это сделать Не совсем здесь так Поэтому вот и прокуратура тоже согласилась На сделку Теперь я просто вспоминаю В этом контексте Другую историю Историю Шая Дроми Который открыл огонь По бедуинам, которые пришли Грабить его ферму Он фермер Фермер Шай Дроми Но они пошли на его территорию Вот, я хотел спросить Есть ли здесь юридически Какая-то связь И просто когда было дело Шая Дроми Оно тоже было безумно резонансным Политическим Политизированным И даже по этому делу Принимали отдельный закон Закон Шая Дроми На основании которого можно Допускается самозащита Если кто-то вторгся в твою территорию Ты защищаешь свое имущество Самозащита полагается человеку В любом случае Просто в Израиле с этим Большая проблема Почему проблема? Почему проблема самозащиты? Потому что мы как-то решили Что, ну, во-первых, не решили Это так и есть И это очень хорошо Что жизнь, она превыше всего То есть отнимать жизнь Можно в крайнем случае А самозащита что это? В чем суть ее? Что на тебя напали Тебе грозит опасность Твоему имуществу тоже Но обычно это вообще даже Не рассматривается В твоей жизни Жизни близким И не обязательно Просто другим людям И ты вмешиваешься Чтобы эту опасность Предотвратить Когда, и тут главное Нету другой возможности Это сделать То есть обратиться в полицию Убежать И это теория Но суды почему-то Даже в тех ситуациях Когда на самом деле Была опасность Когда на самом деле Некуда было убегать И человек принимал решение Самозащиты Не всегда эту теорию принимали Например Часто говорят Ага Два выстрела Не один Значит нет самозащиты Хотел убить Верхняя часть тела Нижняя Ну я никого не хочу учить Что такое самозащита Но вот я вам Даю примеры Верхняя и нижняя части То есть целый ряд Каких-то критериев Которые Очень критериев Которые на бумаге Имеют смысл Но на практике Когда суды Начинают их применять Это практически нет самозащиты Да Но надо учитывать Еще наверное Что это происходит В состоянии испуга Стресса Нервного напряжения Когда адреналин Подсказывает И человек не всегда Размышляет рационально Должны Должны Но почему-то Не происходит Это на это отдельно Может кто-то написать Докторскую диссертацию Но я как адвокат 20-летним стажем Говорю Что у нас это Не любят Надо Перепрыгнуть себя Чтобы доказать То есть это такая Судебная практика У нас что Дела Где Вы представляете Очень часто Ну с точки Со стороны защиты Вы представляете Часто Всегда со стороны защиты Да Всегда со стороны защиты Вы представляете Обвинаемых По таким делам Сколько примерно По вашим По вашим По подсчетам Процентов Дел Когда удается Доказать Что это была Самозащита Очень мало Очень мало На моей практике Были такие случаи Что удалось доказать Но нам приходилось Обратите внимание Если Вину Ну это все Семантика Понимаете Вот Доказано Выше всякого Разумного сомнения Разумное сомнение В Израиле Погибло еще До того Как самозащита Исключили ее Из практики То есть Тяжело Одним словом Статистики у меня нет Я не думаю Ее кто-то ведет Но очень тяжело Моей практики Было Буквально Мы доказывали Что у Обвиняемого Выбора не было То есть Он прижат к стенке Буквально Было Вот В такси Например Да Известный случай Совершенно безобразно Осудили его В убийстве Отнимаю Случай Рассказываю Что было И ставили Нож к горлу Человеку Он достал пистолет Выстрелил Если не изменять память В свою машину В потолок Да В крышу После этого Застрелил И все равно Не признали Самозащиту Ну Дальше куда Нож к горлу То есть Должен был проткнуть Наверное Чтобы применить Да То есть Шайтрон Это другое Очевидно Очевидно Что если Приставили нож к горлу Очевидно Что угроза жизни Существует И человек Было сказано Что нет Он болтал Может быть Может просто угрожал Одним словом Если где Ситуации спорные Товарищи Надо уходить оттуда До того Как это все вспыхнет В ситуации Уже с опасностью Для жизни Потому что Надо знать Что если Не дай бог Что-то произойдет Не обязательно У вас будет Самозащита В Шайдроме Другая ситуация Потому что Там вошли На его территорию Его квартиру Или ферма Не важно Это его территория Ночью То есть Если Если к нам Квартиру Ночью проникает Не надо брать топор И бегать за Нет Надо отпугнуть Это все равно Условие Что ты должен И кстати Ты должен быть Пропорционально Угроза То есть Ты должен сначала Закричать Выстрелить в воздух Там В таком духе Ну да Или же Тогда придется Тебе объяснять В полиции Что у тебя Не было времени Совершенно Он стоял Совсем близко Нож Нож Был поднят Над головой Вот такие вещи То есть У нас Самозащита Плохо Неважно Это закон Шайдроми Или обычная Самозащита Скажите А машина Машина Не является Частной территорией То что Бандит пытался Но это же Смотрите Скажем Да Давайте Придумаем Вот сейчас Находу ситуацию Что ворвались К вам домой У вас там Заложена бомба Но вы В другом месте В другом городе Вы видите По видео Что зашли домой Имеете ли вы Право Нажать на кнопку И взорвать их Вместе с бомбой Вместе с квартирой Не имеем Не имеете права Имеете ввиду Что вам домой Проникли И вы там И у человека Ночью нет другой Предполагается Что он пришел Вам навредить Но если вы не там Вы не имеете права А если я Оградил Свой Если я оградил Свой участок Нет Если я Вот у меня Есть участок Я его оградил Колючей проволокой И пустил по ней ток Кто-то Пытался перелезть А это вообще нельзя делать Нельзя делать Это вообще нельзя делать Нет конечно Мы же не в концлагере Вы помните В Советском Союзе Была какая-то Статья вначале Как вот гласность Началась Там дети Пришли Ворвать яблоки Да и погибли Вишню Вишню Да И двое детей И хозяин застрелил Ну дико Да правильно То есть Где-то надо провести линию И понятно На юге Это воровство Это реальное детство И полиция Ничего практически Не может сделать Стадами угоняют У кибуцников Их скот Но в этом случае По-другому Шайодроме не было В машине Понимаете То есть И машина уезжала В принципе от него В тот момент Вот даже пришел человек С оружием Зарядил Но он бросает Пистолет на пол Поднимает руки Говорит Я тебе передумал Все Даже если была опасность За долю секунды До этого Страшная Вот в этот момент Ты должен прекратить Все действия То есть Самозащита Она Как он скажет Каждую долю секунды Проверяется Она имеет право На существование Или нет Я шаг Я договорю Он когда начал уезжать Все от него Удаляться Вот в этот момент Самозащита Кончилась Даже если была Что тоже под сомнением А он именно Стрелял вдогонку Так скажем А то есть Окей Окей Вот наша Правовая система Всегда ориентируется На американскую Мы всегда смотрим На то что происходит В американских суда Это не тотально В Америке своих проблем Очень много Да Но в Америке Гораздо больше защищена Частная собственность Вот проникновение Именно на твою территорию И в Южных Штатах Да больше То есть в Южных Штатах Я могу Если на мою ферму Зашли Я могу стрелять Вам так хочется кого-то Затемить скажите Нет Я просто спрашиваю Я полный пацифист В принципе да Равно Я не уверен Что это автоматически Но в принципе да Уже То что человек На твоей территории В принципе у тебя есть право Применить оружие Но Если вы помните Это очень случай Разошелся Муж с женой Толпа зашла Ну вот беспорядки Последний Зашла буквально На его территорию Огражденно И уже пытались Ворваться в его дом И не знаю что было Много было во время беспорядков Он всего лишь вышел Со своим оружием Законно приобретенным И стоял У входа своего дома И просил Никого не приближаться Против него Кажется Подали обвинительное заключение Отобрали литензию А те зачинщики Кто пытались Ворваться к нему В дом Есть видео Вы можете в интернете найти Против них Вообще ничего Не сделали Ну это совсем тоже дикость Америка Поэтому я говорю А в чем его обвиняют В том что он угрожал оружием Ну да Незаконно Хотел применить оружие Он не хотел применять Он всего лишь говорил Не врывайтесь в мой дом То есть он их отпугивал Отпугивать же можно Совершенно верно Ну вот я говорю То что написано на бумаге Это не всегда Получается применять Но это уже получается политика Это уже получается Политизированная ситуация Поэтому я говорю Не важно что написано У нас прописаны Все законы идеально И самозащита прописана Просто на практике Ее никто не применяет Вот и все Так что не надо ничего менять Все прекрасно существует Надо разумно применять Но смотрите История вот эта Ария Шифа Она тоже была политизирована И она была очень резонансная Я объясню вам Секундочку До вообще недавнего Поменяли закон У нас была дихотомия страшная То ты вот как Вот ситуация сегодняшняя Да По легкомыслию То ты убийца Когда скажем Драка Да И достал нож Там все достали Но кто-то умер Да Вот его Кто применил нож И он может получить Или непредумышленное 10 лет 15 лет Или же убийство 35 Дихотомия была страшная То есть вот В Польше В Германии 7 градаций убийства В Америке 5 А у нас было В принципе 2 По большому счету То ли То ты Непредумышленный Вот как Сегодняшний случай Или же ты Полный убийство Алло Алло Да Что-то у нас Со связью Но Мне Мне остается Только поблагодарить Яшара Якоби К сожалению У нас не остается Больше времени На то Чтобы восстановить Связь Я напоминаю Что это был адвокат Яшара Якоби Я благодарю его За участие В нашей Программе Дорогие друзья У нас Небольшая реклама После которой Мы продолжим Нашу программу И поговорим Про Дело Моша Ивги Дорогие друзья У нас сегодня Еще одна Важная тема Это Судебный процесс Над Моша Ивги И На этой неделе Он опять оказался В центре внимания Особенно После публикации Равива Друкера В Прошлый понедельник В газете АРЭЦ Моша Ивги Известный Можно сказать Легендарный Израильский актер Режиссер Но Он сейчас Находится Под обвинением В сексуальных Домогательствах И Получилось так Что Судова Признал виновным Прокуратура Требует более Трех с половиной лет Тюрьмы Судебного заключения Но Реально Сегодня говорят о том Что Факты Которые были признаны По суду Они с Очень большой Натяжкой Могут быть Представлены Как сексуальные Домогательства И В общем-то Это дело Скорее всего Развалится В Верховном суде Несмотря на то Что все понимают Конечно же Что Моша Ивги Совершал Какие-то преступления В отношении женщин Вот об этом Мы сегодня поговорим У нас на линии Дорогие друзья Адвокат Рита Хайкина Специалист По Иммиграционному Гендерному Праву Рита Здравствуйте Здравствуйте Вот Скажите Пожалуйста В чем На ваш взгляд Здесь Проблема Это просто Прокуратура Плохо сделала Домашние задания Прокуратура Посчитала Что Дело у нее В кармане И просто Не позаботилась О доказательствах Я предполагаю Это все вместе И прокуратура Не позаботилась О доказательствах И возможно Женщина тоже Сыграла на них Общественное мнение То есть они не хотят Быть под напряжением Постоянно быть Под Лупой Камерой Парапараций Которые гоняются За ними Все это вместе Сыграло Возможно В пользу Ивгина С другой стороны Вот я так думаю Он наказан Он уже наказан Хотя этого Недостаточно Для меня Он наказан Общественным мнением И как вот И Равив Дрюкера Я с ним согласна В этом случае Пять лет Он уже не выступает На сцене И он потерял Какую-то либо Для себя Работу Зарплату Но Действительно Прокуратура Здесь не Прокуратура Я всегда критикую Прокуратуру Я думаю Что недостаточно Сделали хорошую работу Чтобы дело Дошло до конца Потому что Возможно И к свидетельницам Этого дела Отнеслись Пренебрегающие Потому что Не сохранили Свидетельниц Многие свидетельницы Также отказались Давать показания Почему? Потому что Не хотят Не хотят быть Еще раз Чтобы не кидали Камни Я говорю образно Не хотят Снова говорить Об этом Не хотят повторять Не хотят вспоминать Возможно Где-то И повлияло Какое-то мнение Возможно Он предпринял Какие-то шаги Мы не знаем Но Явно понятно Что Я не уверена Я не могу согласиться Однозначно Что это распадется В Верховном суде И прочитав статью И проанализировав Это Израиль Это не Америка И это не так Все быстро Пройдет Вот так Вот с рук То что Человек Который имеет Это вы имеете Ввиду Белокосби Вы проводите аналогию С делом Белокосби Который был освобожден По решению Верховного суда После того Как два года Отсидел в тюрьме Мы коснемся этого Но я хочу Я хочу Вот задать вопрос Смотрите Опять же Я ссылаюсь На Равива Друкера Я не делал По этому поводу Факт-чекинг Но я в общем-то Доверяю его Профессионализму Потому что он Очень профессиональный Журналист Нет никаких сомнений И вот он Описывает Три факта Которые были признаны Судом Первый факт Значит Некая заявительница Рассказывает Что Ивги подошел К ней Сзади Он провел Пальцем ей По спине И Что-то Такое Сказал ей На ухо И Собственно говоря Вот Из этого Делают Значит Делают вывод Что это было Сексуальное домогательство Второй факт Это Женщина Которая рассказала Что поделилась С ним Тем Что у нее Произошла Какая-то там Трагедия В личной жизни И он Начал ее Просто засыпать Какими-то вопросами Самого интимного Характера И Спрашивать ее Про ее интимную Жизнь С мужчинами Вот Она кстати Сама была Очень удивлена Когда увидела Что эти показания Включены В обвинительное Заключение Потому что Она сама Не квалифицировала Это Как Сексуальное Домогательство Третий Случай О том Что он Перед спектаклем Какой-то актрисе Сказал Обними меня И когда она Его обняла Чисто подружески Он значит Головой Туда Проник Ей В грудь Вот Это тоже Квалифицировало Как Квалифицировалось Как Сексуальное Домогательство Но Вот Прокомментируйте Пожалуйста Во-первых Прокомментируйте Эти все Три эпизода С профессиональной Точки зрения Это домогательство Или это так А пограничное Такое состояние С профессиональной Точки зрения Это домогательство Во-первых Что такое Профессиональная Точка зрения Здесь у каждой Есть своя граница Но если женщины Об этом заявили И сказали Что им это мешало И он сделал Вопреки их желания То есть он Дотронулся Он действительно Как здесь Описывает Свою голову Положил на ее груди Тут более подробно Описывается Не буду Говорить Это все Домогательство Это реальные Домогательства Которые женщины Не потерпят И если действительно Суд скажет Вы знаете А это А Это не такие Сильные домогательства То это Проблема Израильского суда Израильский суд Не может нам Говорить И как-то Ставить границу Каждому из нас Что у нас Домогательства Что нет Факт то Что он дотронулся До нас Он дотронулся До женщины Он сделал Вопреки ее желаниям Она его не просила Она его не хотела Он провел пальцем По ее спине Он дотронулся До ее спины Это для нее Домогательство Поэтому она Об этом говорила То что это потом Осталось только В обвинительном Заключении И к сожалению Скорее всего Прокуратура Действительно Сделала Не самую лучшую Свою работу В этом случае То есть Надо было Как-то все-таки Продумать Когда строилось Обвинительное Заключение На том Что если Есть лучшие Данности То надо еще Какие-то данные Добавлять Более обновленные То что Это одно А то что Они Женщины Заявили Что это Им Это Этот Граница Это Он нарушил Границы Их Личной жизни Он нарушил Границы Их тела Это Домогательство Ну вот Скажем Мы не знаем Сколько могут Какое Судья Дадут Наказание Но для женщин Это И если Судья Скажет Что это Так себе Домогательство То есть Проблема У нас Вообще В всем Критике Связана С женщинам С ее С ее позицией В обществе В том Что где Домогательство А где нет То есть Получается Судья Разрешает Мужчинам Да Дотронуться До спины Это все нормально Это можно И можно Окунуться Головой В груди Это тоже В порядке Потому что Судья Счел Так себе Доказательство Но Вот например Вопросы Интимного Характера Это тоже Может быть Квалифицировано Как домогательство Там вроде бы Он даже Ее не дотрагивался Да Это тоже Может быть Это внедрение В частную жизнь Как говорится Может быть Не внедрение Может быть Другое Слово На русском языке Вторжение Вмешательство Вторжение В частную жизнь В частную жизнь И это не только Он же не просто Спрашивает Как у тебя дела Он спрашивает Более провокативные данные Чтобы для себя Как-то Чтобы какой-то Триггер у него был Как-то еще Что-то Что-то Себя Или возбудить Можем сказать Прямым текстом Или какую-то Поднять Может быть Атмосферу Ту которую Женщина Совсем не хотела Ему говорить Потому что Она удивилась Хорошо Это только будет В плюс Его защите Но он Не мог Об этом спрашивать Он не хотел Об этом спрашивать И она об этом Заявила в полицию Поэтому со всем уважением К К Достопочтенному суду Суд должен будет Принять все-таки решение И должен будет поставить Где-то границы В этом случае У суда будет Непростая работа По этому делу Непростая С одной стороны Стоит артист Которого все люди С другой стороны Стоит человек Который Делает Применяет Всякие действия И дает этому Полную легитимацию В обществе То есть Завтра это будет Сегодня это Машей Ивгин Завтра другой артист Станец скажет Ничего страшного Он мой друг С ней ничего не прошло С ней со мной Ничего не будет И позволит Себе то же самое Причем Он же это позволял Себе не только Просто как человек Как говорится Ну вот Мина Шура Как обыкновенный Просто гражданин Он это позволял Потому что он артист Он добился много чего У него есть возможность И он позволял Себе дотрагиваться И он думал Что абсолютно Что Абсолютно невиновен Ни в чем То есть Более того Он думал Что этим женщинам За счастье Что он к ним домогается Знаете Я никогда Они счастливы Потому что он Такой великий И замечательный То же самое В принципе Думал и Кацаву Я никогда не забуду Женщины могут Думать по-разному Но в Израиле Это не всегда проходит Очень много женщин Сегодня мы думаем Сегодня мы думаем По-другому Сегодня мы Рассуждаем по-другому И израильская Действительность Нам помогает Видеть эти вещи Совсем по-другому Чем это возможно Даже видели бы Женщины в другой стране И с Евгей Это тоже может быть Сегодня не пройдет Если бы это было бы 30 лет назад Возможно бы Вообще никто и не пожаловался В принципе Как это и было Потому что данные Мы увидели Только сегодня Только сегодня 5 лет назад Мы начали читать Показания против Мошенники Тогда в те времена Об этом вообще Не говорилось Об этом Это было как бы Наверное Это возможно Это можно Но границы Сегодня сдвинулись И сегодня Мы говорим Что у каждой Женщины Есть свои границы И да Это домогательство И с тех пор Как создан закон О сексуальных Домогательствах То я думаю Что здесь Не только Уже давно Надо уважать Частную жизнь И также Границы Каждого человека Это не только Про женщин Я говорю Про мужчин Тоже Ну вот смотрите При всем При всем уважении Да Он провел По спине Что-то сказал На ушко Там прижал Голову груди Задавал Какие-то вопросы Тянет ли это На три с половиной года Или ему Три с половиной года Прокуратура требует Три с половиной года Тюрьмы Три с половиной года Тюрьмы У нас вот Вот был опубликован Не приговор Это сделка Судебная сделка С Арьяшифом Который застрелил Бедуина Который пытался Угнать его машину Скорее всего Дело закончится Исправительными работами То есть Он вообще Даже в тюрьму Не сядет Да Вот И он все-таки Убил человека А тут Дотронулся Пальцем до спины Тянет ли это На три с половиной года Нет ли здесь Такой ситуации Что он получил Более строгое наказание Именно потому что он известный актер Моша Ивги Вот на задании другим Его наказали больше чем То что называется Мифхан Бузагла Да Проверка на Бузагла Получил бы Бузагла Проверка на Израильская проверка Или получит Или не получит Но это показательное Будет наказание Во-первых Я предполагаю Аккуратно Аккуратно предполагаю Что прокуратура Здесь берет уже на пункт Они немного Облажались тем Что они недостаточно Проработали Обвинительное заключение Но вместе с тем Все равно требуют Три с половиной года У них нет выбора Они скорее всего Это даже не стерлось С тех пор Когда они составляли Это обвинительное заключение Они не сменили Наказание Скорее всего Это первое Второе Если даже суды Даст такое наказание Хотя я думаю Что они не дадут Они где-то найдут Какую-то середину Чтобы это устраивало И общественность израильскую И чтобы как-то Разрешить эту ситуацию Я не буду говорить Чтобы как-то помочь Ивге Я не считаю Что это правильно И где-то они дадут середину Но если даже дадут Три с половиной Это будет замечательно Показательно Еще раз Я считаю Что это будут Замечательные нормы Израиля Которые скажут Вот здесь вот наша норма Вот здесь вот мы стоим Вот здесь мы говорим Другой нормы не будет Мы считаем Что вмешательство То есть Частное Что женщина Это человек Женщина Это не объект Не сексуальный объект И никто не имеет права Ее каким-либо образом Трогать Домогаться Говорить Нигде Ни в театре Ни на улице Ни знакомой Это тоже Это тоже очень Очень четко И очень правильно То же самое Как это было И с другими делами Я думаю Что это будет Я думаю Что это будет Более Лучше Чем то Что они найдут Какую-то Светлую середину Ну вот для меня Ты делал много Времени Разных Ужасных вещей Как говорится Вы делали Вы делали очень много Вмешаться Вмешаться В ее интимную жизнь И домогаться И спрашивать Разные вопросы Которые вообще Не нужны Это нормально И сказать на ухо Что на ушко Не какие-то слова Я хочу тебя Нет Я хочу тебя Именно вот Как вы сказали Чмокнуть Чпокнуть Но Нет Понятно Это были Нам это кто-то Говорит Во время рабочего дня Мне кто-то говорит То есть вместо того Чтобы Мы Женщины работают Женщины на уровне мужчин Женщина занимается политикой С какого перебогу Какой-то артист Ей должен заявлять Что он ее хочет иметь Посередине рабочего дня Когда вообще Она Обыкновенно в рабочем дне Вот поставьте Каждого себя На этом месте Да Я согласен Я согласен Но Давайте поговорим О Билли Косби Вот Многие Из заявительниц Вот эти Многие из показаний Заявительниц Их было Всего было 19 Они Не Не вошли Их истории Не вошли В обвинительное заключение Из-за Давности лет Да Но тем не менее Суд всегда Рассматривает Другие случаи Чтобы понять Что это была Некая система И Равив Друкер Тоже пишет Что Моша Ивги Делал это Никого не стесняясь На виду всех Он не считал Что в этом Есть что-то зазорное Он лез под юбки Он в общем Вел себя Совершенно Совершенно Вот как Такой Сексуальный Террорист И Тем не менее Вот Да Тем не менее Эти показания Не вошли В обвинительное заключение Но суд Все равно Он принимает Это в расчет Для того Чтобы Понять Что действительно Была такая Система Поведения Что действительно Он так себя вел В деле с Биллом Косби Совершенно другая ситуация Билл Косби В отличие от Моша Ивги Он Насиловал женщин Он подливал им Наркотик И потом Когда они были В отключке Он их насиловал То есть Это гораздо более Тяжкие преступления Но В принципе Его суд оправдал После того Как он отсидел Два года в тюрьме Верховный суд Его оправдал На основании Некой Значит Формальной придирки Что Прокуратура Тоже сделала Плохую работу Она Построила обвинение На собственном признании Билла Косби От 76 года Когда с ним была Заключена сделка В рамках этой сделки Он признался Что действительно Он покупал этот наркотик Он действительно Этот наркотик Покупал для того Чтобы подливать Для того чтобы насиловать Но В этом документе Было написано Что Прокуратура Не сможет В будущем Воспользоваться Этим признанием В других делах И именно На этом основании Верховный суд Взял и отменил Все обвинения Снял обвинения Несмотря на то Что присяжные Были абсолютно уверены Что Билл Косби Да Сексуальный преступник Насильник И так далее Но Верховный суд Взял и отменил На вот этом Формальном основании И мы знаем Что в Америке Такое происходит А в Израиле Такое В принципе возможно Я думаю Что в Израиле Это меньше Такое возможно Израильская общественность Не даст Этому произойти Вы знаете Я вас прослушала Еще раз Еще раз Мы до этого говорили Тут Абсолютно Как на еврейском Говорим о фуха-ля-фух То есть обратно От обратного Значит В Израиле прокуратура Действительно Не сделала хорошую работу Не нашла Достаточно улик Чтобы действительно Потом Не получилось То что получилось Сейчас в Израиле А там В Америке Прокуратура Закрыла глаза На то Что они пообещали Что не будут Ничего делать И очень Очень прилежно Все равно Захотели Чтобы он Сел в тюрьму Потому что Они не могут допустить Чтобы он был на воле И все равно И там Суд их поругал А здесь наоборот Происходит что-то другое То есть Понимаете Когда это Там наоборот Прокуратура Хотела очень сильно Что-то сделать Но единственное Что они Они должны были найти Еще достаточно улик Еще больше улик Чтобы действительно Как-то себя Обезопасить И скорее всего Они там же В Америке Думали Что может быть То что было 30 лет назад Уже суд Будет совсем Принимать другие решения А тут Верховный суд Все равно взяли И приняли решение На основании 30-летней давности Что я хочу сказать В Израиле Такое скорее всего Не произойдет Потому что в Израиле И другая общественность Да Мы берем Очень много законов Мы берем Много Когда у нас есть Как говорится Лакуна То есть Когда у нас В законодательстве И нету Брежь То в этот момент Сегодня израильские суды Чаще и чаще Идут за американскими Какими-то вердиктами За американскими Прецедентами Прецедентами И то же самое Меньше даже К Англии обращаются Больше идут За американским правом Но В этом случае Я предполагаю Что Не пройдет В Израильском суде По-другому Это смотрят И общество Смотрит по-другому И По-другому Я не думаю Что здесь бы Вот взяли бы Вот на такой Вот технической Проблеме Освободили человека Прямо из зала суда Ну и по крайней мере Не по теме Изнасилования Потому что Общественность бы Просто И кроме того Я думаю Что и сами суды Страна маленькая У нас нет много штатов У нас вообще нет штатов И скорее всего Судьи бы Побоялись бы Очень сильно Той же самой критики Которая была бы В их адрес И очень И суди Также очень боятся И апелляции Которые идут Против них Но еще нельзя Сбрасывать со счетов Что в Америке Это дело Имело колоссальный Общественный резонанс Потому что Это был такой Флагманский проект Движения Мету Они просто Выпячивали Они на этом Строили всю свою Разъяснительную работу И вот это дело Рассыпалось Белокосбе освободили И среднеамериканский Обыватель сказал А ну все понятно С ними С этими Мету Они все Придумывают Специально Чтобы заработать бабки Чтобы получить Компенсацию Из богатых мужиков Все с вами понятно Все это фейк И это нанесло Конечно колоссальный Репутационный ущерб Движению Мету Это очень жаль Но я предполагаю Что Мету все равно Сделают свои выводы И будут дальше Движения Я верю Возможно Это что-то идет на пути Какие-то есть барьеры Но когда люди В это верят И когда это происходит К сожалению Время нам дает Все оценки Все результаты И мы видим все это Уже потом Возможно Суд также Принял во внимание Возраст Билла Косби И тоже Немаловажный Насколько я понимаю Ему лет 80 Правильно Он вышел Ну да Что-то типа того Скорее всего Вот это тоже сыграло Какой-то Какой-то аспект В этом всем Принятии решения Я вряд ли Я не знаю Насколько я очень часто Говорю Что суды Вместе с объективностью Они очень субъективны Как в суде Семейного права Я не знаю На какого судью Я упаду И какое решение будет Каждый судья Очень субъективно Принимает Свои решения На фоне Сей объективности Поэтому Скорее всего В Израиле Такого не произойдет Так легко У нас очень хорошо Мы это видим На здоровье Замечательно Я хочу эту тему Вносить сюда Это другая тема Давайте на этом Поставим пока точку Большое спасибо Адвокат Рита Хайкина Специалист по Семейному Гендерному И иммиграционному Праву Большое спасибо За участие В нашей программе Всего доброго Дорогие друзья У нас небольшая Музыкальная пауза После которой Мы продолжим Нашу программу Дорогие друзья Мы продолжаем 1 июля В Брайтоне Это самая большая Еврейская община Бостона Террорист с ножом Напал на Шалеха Хабада Отца 12 детей Равина Шлома Нагинского Равин Нагинский Получил 8 ножевых ранений Он Оказал сопротивление Террористу И Все время Пытался отвезти Его от еврейской школы Где в этот момент Находились дети В вечернем лагере Террориста Кстати Зовут Халид Амад Шлома Нагинский Находится в больнице А у нас на линии Дорогие друзья Мать Шлома Нагинского Злата Раздолина Известный композитор Автор Исполнитель песен Злата Здравствуйте Добрый день Добрый день Здравствуйте Я так понимаю Что вы Сейчас находитесь В Бостоне Вы вылетели туда К сыну Да Да Я сейчас Сыном Да Была Сейчас вот Отошла Скажите пожалуйста Как его состояние Он идет на поправку Смотрите Слава Богу Да Он идет на поправку Конечно Это будет Займет Большое время Потому что Он прооперирован И много ран И раны Очень глубокие И плечо И ребра И живот И рука И палец даже Ну 8 ножевых ранений Причем Конечно Он сказал Возьми ключи Езжай Пожалуйста Он понял Что Дело тут Серьезно Но Террорист сказал Нет Ты сядешь в машину Я поеду с тобой Я без тебя не еду И понимаете Вот эта история Что он Сказал ему Что он должен С ним вместе Быть в машине То есть он хотел Его похитить Мой сын понял Что Это невозможно Потому что Это конец И у него была Большая задача Он находился В двух шагах Около синагоги Около еврейского центра И школы Где он уже Два года Посланник Любовического рэба По приглашению Равина Да Народкина В Бостоне Они вместе ведут Сейчас русскоязычную общину И понимаете Он понимал Что в этой школе дети Там было сотня детей Маленьких Взрослых Он не мог туда зайти Хотя это было В одну секунду И там бы вызвали полицию И там был телефон И там было все Но он туда не пошел Потому что он боялся За детей Конечно И он побежал В совсем другом направлении На улицу Где в общем-то Шли машины И никто не остановился Никто Видели Люди видели Что происходит Но когда Он встал По середине дороги Какие-то машины Хотели остановиться Но видя Что за ним бежит Вооруженный С ножом Араб Они Конечно Боялись Остановиться И никто не остановился Но они вызвали полицию И то, что полиция В общем потом приехала И то, что в общем Народ уже как-то стал Каким-то образом Проявлять внимание После восьми этих ранений Которые Произошли не в одну минуту Он бежал за Моим сыном Этот террорист Он его Несколько раз ранил Потом уже сын Защищаясь уже раненой рукой Пытался ему нанести удары Правой рукой Потом он опять убежал Потом он опять В общем это была целая история Это было долго И сын уже истекая кровью Если бы еще буквально секунда Он бы не убежал от моего сына То конечно С восьми уже Ножевыми ранениями Он бы не смог уже отказать Отстоять уже Так сказать Дать отпор И конечно Это было бы ужасно Но вот в эту секунду Когда силы его покидали Этот террорист все-таки убежал Он испугался Он бросил нож И есть фотография этого ножа Это что-то страшное И конечно Это И у него еще был Револьвер пистолет Он испугался Этим пистолетом Воспользоваться вначале Потому что Мой сын обратился К американцу проходящему И сказал Скажи мне Что он от меня хочет Я не понимаю Как следует английский И тут он Сверху пистолет Но американец прошел И он тут же взялся за нож И побежал за ним Когда он уже стал убегать В направлении от школы Так что это была довольно Такая долгая история Но чудом Это конечно Абсолютное чудо От Всевышнего Что он вообще Остался жив И что он его не Засадил в эту машину И что он его просто Не убил В этой рукопашной схватке Когда у моего сына Были голые руки А у него был пистолет И нож Это конечно Очень страшно То что было Террорист арестован Полиция задержала Террориста И самое ужасное Вы знаете Самое ужасное Простите Я хочу закончить Эту историю Тем что я вам скажу Что сейчас Было первое заседание Суда Прошло И на этом заседании Суда Вдруг Появляются Какие-то сведения Что этот Это 24-летний Араб Он оказывается Психически Неполноценный Он 30 дней Когда-то был В какой-то Психической клинике Во Флориде Где он тоже Совершил преступление И вы понимаете Сейчас это все Возможно Хотят Так сказать Вот так вот Перевести В категорию Преступлений Совершенных В неадекватном состоянии Да Да еще психически больным Да Да еще психически больным Человеком Как бы Он просто не знал Что он творит Он просто не захотел Он просто не захотел Вен Он просто не захотел Ключи от Вена Он просто захотел Погнаться за раввином И убить его Или посадить его В машину Еще лучше Но он просто так захотел Потому что он Психически ненормальный И вот это конечно Совершенно негодно Это просто ужасно Вот Все это Все это ужасно И это конечно История Которая должна Поднять Уже наконец Поднять Общественность И поднять Политиков Потому что терпеть Это Это антисемитизм Эти страшные Выпады Эти страшные Насилия Это больше Невозможно Ни в Америке Ни в Израиле Нигде В Америке Была страшная Волна антисемитизма Какой там еще Просто никогда не видели Вот когда у нас была Вот эта Последняя Антитеррористическая Операция В Гази Это было ужасно И даже Байден Очень удивился Такому что это Происходит Но мы в Америке Уже видели Такие события Рядом с которыми Это уже кажется Все в порядке Вещей Но я могу Сказать что В разных Странах Очень неохотно Выносят суды Выносят приговоры Убийцам Евреев Или там Нападавших Нападавшим на евреев Выносят Обвинения В преступлении На почве Ненависти Обычно они Все это пытаются Перевести В вот это Что это психоз Некий психопатический Острый психоз Некие такие психические Которые не хотят Не хотят взять Ключи от машин Вот так было Во Франции С убийцей Сары Халим Помните Которую сбросил Он сначала убил Потом сбросил Из окна Тоже суд В конце концов Решил Что это Неадекватное Просто поведение И не имеет Отношения к ненависти Хотя он кричал На весь квартал Аллах Акбар Но суд Не признал это Аргументами И суд все-таки Счел что это Неадекватное поведение Поэтому как Будет развиваться Дело В бостонском суде Будете нас держать В курсе дела И прежде всего 8 июля Это второе заседание Так что я смогу вам Сказать что происходит Во первых Передавайте Шлома Большой привет От нас От всех наших Радиослушателей Спасибо вам большое Спасибо Он очень оптимистичен Он такой у нас Человек Который Который Настоящий Хасид Верящий в Бога И понимающий Что Так сказать Нужно Ни в коем случае Не впадать в панику Нужно наоборот Гордо носить Кипу Цицит И Знать что Наше дело Правое Наш народ Непобедим В любом В любом варианте Но конечно Желательно Чтобы это понимали Политики Общественности Чтобы мир Не сходил с ума Так быстро Да Кстати дорогие друзья Я хочу вам рассказать Что в интернете Организовали Сбор средств Для помощи Шлома Нагинскому Его семье У него 12 детей Поэтому вот В интернете Если вы хотите Помочь Делать донат Спасибо большое Спасибо Да Это есть На фейсбуке На его странице На странице Моей странице Злата Раздолина Есть этот линк Да Спасибо большое Злата Раздолина Композитор Автор Исполнитель Песен Большое спасибо Я желаю вам Всего хорошего Благодарю за участие В нашей программе Всего доброго Спасибо вам большое Всех благ Ам Исраэль хай Мира Израилю И мира всему Еврейскому народу И всему миру Спасибо Все на этом Дорогие друзья Это была программа Да юра де факто Меня зовут Свизильбер На этом я на сегодня С вами прощаюсь Завтра с 9 до 10 утра Как всегда Обзор газет Программа Авторское право На сегодня я с вами прощаюсь Но эфир лучшего радио Продолжается Впереди вас ждет еще Джаз И программа Руки в брюки И много-много Хорошей музыки И на прощание Конечно же Я хочу всем пожелать Здоровья и терпения До новых встреч